МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решать коммунальные проблемы жители ответственные службы обещают, но за слова не отвечают. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Степана Райзна, 55, устали мерзнуть. Большинство батарей в 20-й квартире не работает. Мы живем в этой квартире два года. Когда на улице минус 20 градусов, дома было 10 градусов. В начале зимы обратились в ЖАО номер 3 с данной проблемой. К нам пришли, сказали, что нужно вырезать сварочные работы, проводить, выпускать воздух из батареи. Мы написали письменные заявления, но ничего не произошло. Далее написали заявление о перерасчете, потому что батареи еле теплые в декабре месяце. Никто не пришел, никаких замеров нам не произвел. На днях случился прорыв теплосетей, отопление убрали вообще. Мы позвонили. Наталья Емельяновна нам ответила, что надо смотреть телевизор, и в грубой форме нам нахамила. И сказали, что когда все наладят, к вам придут слесаря, все продуют, прольют и все будет. Вчера начали давать отопление, сегодня к нам никто не пришел, ничего не продул, ничего не сделал. У нас в дом маленький ребенок, нам очень холодно. ЖАО номер 3, управляющая компанией «Альтернатива». «Альтернатива», я бы оценила эту работу на 2. Улиса Запорожская, 41, в отвратительном состоянии. Система канализации в подвале просто разваливается. И закрепили трубникак обратно углы на сливе. И у нас получается, если где-то забивается, сразу разорвает просто трубы, они развалятся на куски. То есть в течение года, я сам, можно сказать, каждый день хожу, посмотрю, в состоянии трубы, пытаюсь их заправить, чтобы они как-то сливались, держались. То есть не трогал неделю, у нас был засор буквально дня 3 назад. Потом как-то само собой пробилось. Но вот результат после этого засора. То есть трубы просто развалились. Стыки, они никак не закреплены. То есть все это свободно парение. Как вот может работать такая канализация? Я вообще не представляю. ПТС, Северос, неоднократно вызывали с водоканала, приезжали аварийные службы. То есть они посмотрели, говорят, это не наши обязанности вообще, я должен сделать ПТС. ПТС, слесарь пришел, развернулся, посмотрел, я говорю, ничего делать не буду. И ушел. Просил дать телефон мастера, не дал. То есть сам никак не отреагировал, просто даже не смотрел. Зашел, посмотрел состояние трубы, ушел. Я говорю, ничего не чистить не буду, не собирается. То есть отказался, это однозначно. У нас на остатке, там на балансе я спрашивал, старший подъезд, он говорит, 10 тысяч есть. Я говорю, возьми хотя бы 10 тысяч, пусть даже мы сами купим, там, сами наймем, если они не хотят. Но тогда зачем нам эта ПТС нужна, если они не хотят там заниматься? Южный проезд, 142, жильцы нескольких квартир. За всю зиму так и не почувствовали тепла в батареях. Батарея абсолютно везде холодная. В детской комнате у нас вообще просто ледяные батареи. На звонки по телефону нам отвечают то, что управляющая компания должна отвечать за это. Мы звоним также в администрацию, нас оттуда тоже, грубо говоря, посылают. Звоним, чтобы связаться с начальством. Начальство никогда не бывает на месте. Просим вызвать слесаря. Нам отвечают за вызов слесаря, надо платить. Мы просим вызвать даже за оплату, нам его не присылают. А так, чтобы бесплатно или даже за деньги, нам его даже за деньги не присылают. Заявку по телефону вообще не принимается, мне кажется. С соседней стороны тепло. По нашей стороне холодно. И на первом этаже под нами тоже холодно. Обогреватели, газ. Закрываемся только обогревателем. За свет платим. За этот месяц мы заплатили 3 тысячи. Потому что у нас и ночью, и днем включен обогреватель. Потому что очень холодно. За газ все пока не знаю. Еще не платили за газ за этот месяц. Ну, тоже, судя по свету, тоже будем платить не меньше. За отопление мы плачем 1030 рублей. Мне кажется, они вообще не работают, никак не рассматривают это. Не приходят, ничего не происходит вообще. Мне кажется, они даже не работают. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.